Игромания.ру представляет Всем привет, с вами Антон Логанов и мы продолжаем наш репортаж с европейского шоу-кейса игр Electronic Arts. Мы смотрим самые ожидаемые игры, которые появятся в этом и в начале следующего года. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что мы полчаса играли в Battlefield Mosque Waters. Это первый DLC, который не был заранее в игре. Их будет всего три. Это Mosque Waters, это Armored Kill и Endgame. Mosque Waters, как ясное название, будет посвящен битвам в закрытых помещениях. Armored Kill будет полностью посвящен новым видам техники, которых будет просто дохрена, в том числе мобильная артиллерия, как и в втором Battlefield. Ну а что такое Endgame, пока не говорят. Чем интересен Mosque Waters? Это четыре новые карты, но эти карты можно разнести в абсолютные дребезги. То есть система разрушения была гораздо более детализирована. Теперь от простого стращения пулеметов в щепки разлетаются двери, причем детально. Куча мелких каких-то объектов везде, штукатурка пронупливается. Ну то есть все, что мы привыкли видеть в Battlefield 3, только умноженное на 10. Причем в некоторых местах позволяется так называемый Vertical Distraction, когда со второго этажа делается дыра в пау и вы можете попасть на первый. Что, конечно, очень сильно усложняет боевые действия, учитывая, что специально для этого DLC был сделан новый мод. Он называется Conquest Domination. Это не калька с Call of Duty, как вы могли подумать. Это такое переизобретение Deathmatch. Deathmatch в Battlefield 3 довольно несуразный. В том плане, что вроде как сначала все команды спаунятся в одном месте, потом вы можете неожиданно появиться в тылу у врага и всех перестрелять. И все абсолютно происходит несистемно. Даже скилл не всегда играет роль. И вот от этого они попытались идти в новом режиме. Здесь также мы появляемся абсолютно рандомно на карте. Нет никакого мигрирования по карте. Нет, все появляются абсолютно в рандомных позициях. И есть на ней три точки, за которые, собственно, идет сражение. То есть это типичный конкурс, да, где вы должны флаги захватывать. Но в замкнутых пространствах и с рандомом появления игроков. Ну и в результате получается, на самом деле, Deathmatch, который просто сконцентрирован в битвах вот за эти три точки. В общем, DLC оставил достаточно приятное впечатление. Если вы не играете в Battle of Doom 3, то советую начать. А если играете, то я думаю, вы понимаете, что Close Quaters — достаточно необходимая покупка. Close Quaters — это очень динамичное экшеновое дополнение для Battle of Doom 3, где во главу угла поставлены разрушаемость окружения и напряженные перестрелки. Новый режим Conquest Domination переносит все тактические элементы конквиста — захват влага, защита территории в условия тесных помещений. Мы немного изменили правила игры, и у нас получилась очень динамичная, очень экшеновая версия режима Conquest. Но тактики в ней ничуть не меньше, чем раньше. Например, теперь у вас не будет базы, и нельзя будет спауниться на местах расположения плагов. Это кардинально меняет подход к обороне и нападению. Эти изменения отлично работают в условиях тесных помещений. Новый режим — это помесь конквиста и десматча. Конечно, командная работа здесь будет очень важна. Командный спаунинг будет играть ключевую роль в достижении победы. Однако вы и не сможете спауниться прямо на флаге и сразу начать его защищать. Вам придется бежать до него. Например, ваша команда решает, Попробуем захватить флаг А и, если получится, установим охранный периметр. Это геймплей в духе конквиста. Новый режим будет больше похож на конквисту, чем на десматч, и он отлично подходит для игры в тесных помещениях. В Close Quaters мы представим четыре новые карты. Сегодня мы демонстрируем Донья Фортрес. Это древний форт, превращенный в замок, который подвергся нападению. До этого мы еще показывали Ziba Tower. Это роскошный пентхаус на крыше небоскреба. Также мы добавим 10 новых заданий. Это всевозможные испытания, призванные обратить внимание игроков на некоторые аспекты игры, которые они могли проигнорировать. За выполнение этих заданий они будут награждаться анлоками. Причем на этот раз все открытое оружие можно будет взять с собой в обычный Battlefield 3, без модификаций. Это должно особенно обрадовать игроков. Субтитры создавал DimaTorzok но он все равно старается максимально показать реальные боевые действия. Сим-Сити возвращается и возвращается в своей лучшей форме образца Сим-Сити 2000. Пробегает Талбатя, просто сжимает в землю. Пробегает Талбатя. Игромания.RU Игровое телевидение на каждый день.